Добрый вечер. Ежегодно грандиозная автомобильная экспедиция «Волок» началась. У нас на связи организатор, основатель, вдохновитель и командор «Волока» Алексей Мочилов. Сейчас он появится у нас в эфире. Для этого нужно нажать на несколько кнопок, и вы услышите его удаленный голос, поскольку происходит все это чрезвычайно далеко от Москвы. Это несколько тысяч километров. И это особенность мероприятия. Каждый раз, когда о «Волоке» идет речь, все спрашивают, а в какой день вы приедете в Москву? В Москву «Волок» не приходит никогда. Это мероприятие проводится специально с таким расчетом, чтобы можно было максимально далеко уехать от привычных мест обитания. Довольно часто ведь все-таки москвичи являются застрельщиками подобных экспедиций. Поэтому никакой цивилизации, никакого привычного мира, привычного быта, ничего из того, что сопровождает этих людей в мирной жизни, нету и не будет. И удаление максимальное, причем «Волок» — это такая штука, которая... Так, Алексей, ты уже со мной? Да-да-да, я уже на связи. Слушай, а я вместо тебя, Мочеловым, работаю, рассказываю, что такое «Волок» — какая-то классная штука. А ты там молчишь, затаившись. Леша, здравствуй. Прекрасно. Ну да, мы тут на самом деле настолько обещали, что разговаривали с разлучением. Только жестами и странными междометиями? Ну да. Вот, значит, ну, ты очень хорошо рассказал в двух словах, что такое. Но я дополню то, что это, значит, ежегодная историко-казонатическая экспедиция, которая в этом году проходит уже шестой год. И она традиционно пересекает нашу страну весной с севера на юг. Ну, начально, как бы, от Белого до Черного моря, но названия у нас с северных морей достаточно часто меняются. Поэтому в этом году мы стартуем из города Янмар, который вообще, в принципе, не на море, а на Печоре. Но при всем при этом это не мешает ему быть морским портом. И, соответственно, мы чисто символически считаем, что мы все-таки отможно стартуем. Вот. Ну, и общий смысл нашей экспедиции – это открыть Россию заново для себя и для слушателей, читателей, зрителей и прочих широких масс, которые хотели бы поехать, но, к сожалению, не могут и не позволить. Это по разным причинам. Вот. Поэтому мы, в общем, своими глазами потом рассказываем всем о том, как живется Занкадом, как живет страна, как живут отдельные города, сели, села и так далее. Что у нас творится с дорогами, какие-то примечательности, где у нас затеряны, потеряны и так далее. И мы, в общем, пытаемся, как бы, не вызвать о том, что страна наша, в общем, мягко скажем, не объявляет. Вот. Ну, и каждый заново у нас отличается тем, что мы стараемся делать с первой прохождением. Так, в 2011 году мы пересекли горы через самые высокогорные районы Дагестан, Чечню и Минушетию. В прошлом году в честь пятилетия проекта мы соединили единым маршрутом 5 марий. Соответственно, в нынешнем, в 2013 году мы решили совсем так поступить красиво и стартовать из-за полярного города Нарьян-Мар, о котором, в общем, мало кто и слышит, по сути. Это Нюнинский автономный округ и у нас полиция. Вот. И чем стартовать? И по единственной дороге, которая в него приводит, это объявление Нарьян-Маро-Усильск. А уйти из него по льду реки Печоры и спуститься таким образом в соседнюю республику Кове, в село Уссильма. Для того, чтобы вы понимали серьезность наших намерений, скажу так, что по этой дороге никто никогда, кроме местных, не ездил. То есть местные иногда проскатывают в декабре месяце, когда все замерзает, и снега еще нет. Мед уже держат, и они, соответственно, очень короткий промежуток в году умудряются проскатывать. В остальное время изверицы проезжают коммерсантами и снегаходами, прицепами и перевозят продукты. Потому что до Нарьян-Маро, от крайних северных сел республики Кове всего лишь 100 километров, а до Ухты и до Сыскана, потому что до крупных городов, которые имели принадлежность Кове, много сотен километров. То есть 300, 400 и так далее. Поэтому с точки зрения снабжения они все равно завязаны на немецкий охолонный округ. Поэтому мы решили сделать достаточно такой, как бы, морисковый шаг, пройти по льду Ресины. Естественно, никакой дороги там нет, ни гибридеи, ни денег, никто это не одобрения не получали. Значит, использовали только собственные навыки, знания и мнения местных жителей. Естественно, местные жители чаще всего говорили, что мы не пройдем. Но при всем при этом мы сперва разведали часть маршрута на трек-поле. Это такой вездеход на огромных колесах низкого давления. Значит, потом вторую часть маршрута мы разведали местные охотники. Посмотрели, все очевидно совершенно. Было проходимо. И разделились на две группы. Одна группа пошла в поле, а вторая объехала через гильник. Учинец Комарьян Марвич, она у нас, как бы, с обратной стороны была на подхвате, на ключе, и вдруг у нас что-то случилось. Вот. У нас, на самом деле, практически должно было уже случиться. У нас началось окончаться топливо, и мы даже дали сигнал о том, что нам надо его подводить в общество, потому что могли заправиться в местных деревеньках, потому что жители живут в полной изоляции и от стерилизации, и они запасаются всем. Не только продуктами, но и топливами, потому что до ближайшей заправки 200 километров. Вот. Таким образом нам удалось, соответственно, заправить. Ну вот. Ну, а теперь расскажу, соответственно, что из себя представляет дорога по Печере. Это настолько глухие места, что, значит, каких-то беспримечательностей, на них мало. Но основная и на самом деле эпохальная беспримечательность – это городище на месте, где раньше стоял город Пустозерк. Вполне возможно, что многие слышали это название. Это город, связанный своей историей с расколом нашей русско-православной церкви. И именно здесь писал свои записки в книге протопол Павлакуни, и именно здесь же его сожгли. Значит, город как-то того перестал существовать еще в конце 19-го века, потом уже была деревня, и где-то в конце 20-го века они тоже расформировались. Сейчас, соответственно, только городище и несколько крестов. На этом месте очень мало народа побывало в нашей стране, да даже местные из Нареармара, туда, в общем, чаще всего не поменится. Но при всем при этом, сами понимаете, в такой богатой истории город оставил очень мощный отпечаток на истории нашей страны. И, соответственно, проходя мимо этого города, мы шли просто по снизоходному следу и резкому следу из уходов, которые выходят на лед периодически тоже. Вот. Также по как-то грустному разочечению, в соответствии, скончался мой организаторский автомобиль, и таким образом я оказался безлошадным. То есть у Land Rover Defender погнала трубина масла в камеру сгорания, практически там за несколько десятков километров кончилось масло с двигателями, загорелась лампочка давления, и стало понятно, что на данном автомобиле продолжать двиг уже невозможно. Вот. Мы, соответственно, оставили автомобиль у надежных людей в деревне Лабужское. Это прямо на берегу реки Печора. Там это не просто пушечка, у меня есть даже свой аэропорт. Да, да, не смеется, что она привлекает мало авиация. По крайней мере летом. Машина сейчас стоит в двухстах метрах от посадочной полосы у очень приятных, обаятельных людей с такой же очень русской фамилией Христалидова. Они обещали за ней наблюдать в третий сезон до июля месяца, когда пройдет ледоход, когда можно будет боржой доставить автомобиль на большую землю. А почему мы говорим про дальшую землю? Потому что немецкий автономный округ это практически остров. Зимой сюда один единственный немец. Летом можно добраться по реке Печори на баржи, на сочетчих катерах. Ну, если это, то есть самолет. Каких-то нормальных аппетитов на зародке не существует. То есть круглые цилиндры... Леш, вот в данный момент у нас уже, Леш, подходит время новостей. Мы прервемся и после этого Алексей вернется к нам в эфир и продолжит рассказывать об этом приключении. Мы продолжаем слушать удалившегося в белое безмолвие Алексея Мочилова, организатора, вдохновителя и командора мероприятия Волок, погубившего свой дефендер. Леша, как жизнь складывалась дальше? Жизнь складывалась, соответственно, следующим образом. Как я уже сказал, что мы оставили машину у прекрасного человека с очень доброй фамилией Христолюбов. Кстати говоря, нужно сказать пару слов и о людях, которые начинают с прекрасного берега реки Печора. Народ здесь очень светлый, здесь не видно какого-либо такого повального алкоголизма, как это можно встретить в средней Руси. прекрасный Олег, дома которого стоит сейчас машина, предупреждается на очень недешевом сезоходе ДРП 1200 кубов. То есть, этот остановильный сезоход потуски как ладца-триума. Между делами. То есть, люди умодляются, живя в деревне, чувствуют себя очень хорошо. Значит, поэтому за свой автомобиль мне совершенно спокойно. То есть, у меня все нещеты нет и понятно, что здесь столько у детей не будет, свои навигаторы там с интерадарами снимать все эти туши. Вот, поэтому, в общем, за машиной мы были спокойны от моих этих руках и где-нибудь дальше. Значит, буквально километрах 15 от села Ладожское, где обрез свой, в общем, последний причал проходит пирамид или минус к округу и коми и, соответственно, заканчиваются с качествами какие-либо похожие на существа в дороге. Уместе дадут снегоподные. Значит, к тому времени наступила жизнь плески градусов тепла, дождь и снег перестал хоть как-то кататься и машины стали проваливать. И, в итоге, нам пришлось проливаться прямо по сквозь этот очень сильно потяжеляющий снег через границу области. Как известно, даже республика. Как известно, у нас в стране федеральная разгробленность, соответственно, между регионами нет никакого сообщения. И нам пришлось пробиваться лопатами лопатами мы копали просто так, как не копают даже солдат из тройбата. Заняло это практически сутки, и какие-то чудо мы сейчас перебрались на противоположную сторону в село Лёжбек. Если у вас есть старт под рукой, а может быть, не под рукой, вы можете смотреть в интернете, расстояние совершенно небольшое, 40 километров какого-то полного безумного и, в общем-то, опять цивилизация. Мы думали, что мы уже выехали с нормальной дороги, там обычно была прочищенная зимность, но, опять же, на улице Плюс 7, и этот самый зимний порядочно подставил. На нем подпыкли несколько грузовых помазов с приводом 6 на 6, которые делали последний северный завод. И, соответственно, движение по этому зимнику стянулось еще практически над ним, потому что 200 километров клеи от полноприводного карты это стоящие испытания для, в общем-то, стандартных внезорожников. Опять же, для тех, кто не очень следит за нашими приключениями, я повторюсь, что наши спинисты проходят практически стандартных внезорожников. Большинство участников на этих машинах ездят даже на работе. То есть, это различные машины, ну, что-то, типа, лонд-трижеры, Nissan, патрулял, лонд-райверы, дефолмеры и так далее, на чуть-чуть больших колесах, лебедками, но без какого-либо фанатизма. то есть, это не то, чтобы такие-то переходы далекие от жизни. Вот, и, соответственно, участники точно так же, не обычные люди, которые просто в какой-то момент решили, что они хотят посмотреть, что же у нас находится в удаленных регионах, и чем же мы богаты. значит, ну, и именно двигать по вот этому зимнику разбитому пришлось постоянно помогать и вытаскивать местное же население, которое точно так же было заседано врасплох и погодой, уайлики, буханки, милы, населительные двинники, которые переносили в этот гримик, естественно, все умирали прямо там же, где застал дождь. Потому что подъемы очень мощные, никаких ледовых переправ нет, никакой поддержки нет, и если застрянешь, в общем-то, это твои проблемы. Ну вот, и поэтому наш такой быстрый проход по утилику, он, в общем-то, раздается сразу, как бы, как любая иллюзия, и нам пришлось подстаскивать одних, подстягивать других, отдавать лопатой и пары третин и так далее. Там же мы встретили совершенно прекрасный КАМАЗ, который был нагружен просто по потолкам, и который не смог подняться в гору. Значит, когда договорились с владелем, оказывается, этот грузовик был выведен еще в свое время из Абдустана при выводе советских войск. И, соответственно, вот до сих пор этот грузовик вводит грузы в республике Коми и поднимается в минусский образ вдоль пичер. Можете себе представить состояние этого автомобиля, естественно, когда я у него подзарисовался, не пробовал ли он, например, в блокбаре давление в шину сходяль, естественно, он ответил, что ему не работает уже ничего. Ни блокировки, ни подкачки, ничего. В таких советских условиях люди пытаются возить продукты. В общем, на этом месте у нас как раз закончился такой тяжелый участок. Мы населились с нашей второй группой в селе Изма. Это очень крупное село, которое находится в республике Коми. Населено практически полностью Коми и Жемки. Это такая малая народность. Это люди, которые еще до революции делали огромное состояние на оленеводстве и очень зажиточное. Это такой народ, который постоянно конкурировал с поморами по степени значимости в данном регионе. И по этой причине все село выглядит как очень дорогой поселок. Все дома на самом деле построены еще в 19-ом веке. Они нереального размера, в два этажа, но в ряду на тон. Можно себе представить. Когда машина ставишь рядом, она выглядит как рядом с пятиэтажкой. И в нашей как раз национальной власти уровень жизни в селе по-прежнему высокий. Народ очень предприимчивый. Опять же, на улице никаких смесьяных ничего такого не замечено не было. С тем не поговоришь. Все очень доброжелательные. Ну, почти все. Есть, конечно, люди, которые не понимают, зачем мы туда приехали. Когда мы говорим, что мы приехали в Реанмар и Санкт-Петчерик, там вообще реакция очень бывает такая неоднозначная. Потому что в этом верят немногие. нам осталось финишировать в городе Ухта, где я сейчас и нахожусь. А город Ухта, он находится на монтарике. А вот все, что я рассказывал вам предыдущие минут 20, это все находится в тайге и связи с международным миром практически не существует. Соответственно, чтобы не выжима попасть в Ухту, есть три проселочных дороги. Одна другая страшнее. Значит, одна дорога новая, но она перекрыта в связи с тем, что она ведомственная и по ней не пускают транспорт в межсезонье. Вторая называется Ирагельский Серпанитин. Это дорога, которая пугает уже мало детей и водителей из средней полосы. Она же называется в дороге Комитрофи. на этих 80 километрах сумасшедшей месной болотской дороге водители в межсезонье проводят иногда по несколько дней, перетаскивая Урала бульбейлерами и так далее. И третья дорога, она не могла быть лучше. Она делает огромный кризис километров в дверь, идет через город Месянников в Ухтю. Там тоже очень жесткий зимний и по сути все, на этом сухопутные дороги заканчиваются. Нам очень привело, что мы до наступления полноценной весны выбрались от этого прекрасного севера острова, в кавычках, которые через несколько дней были полностью отрезаны от цивилизации, отсутствия дорог. И любое транспортное сообщение по сушу будет тем самым парализовано до июня месяца. Можете себе представить, поэтому в ближайшие два месяца можно будет попасть в любой вид городов по сути только на Смолей. Ну, вот как-то так вот и происходит наша экспедиция. Соответственно, следующий этап будет интересным. планируем точно так же, чем в Меха Жерез Сайду идти на Стермский край, что тоже, в общем-то, практически невозможно обычно сделать, мы планируем пройти по так называемому Яшинскому тракту. Это дорога, которая соединяет уже с Сибири, Куфонии, Тайвовский край и вот эти регионы, которые наводят вошли лагеря миллионами, которые сейчас сформировались потихонечку, но все равно ты попадаешь в настоящий ГУАГ, и нет ни одного начиненного пункта, который не имел бы отношения к лагерям, построенным в развитии нашего социализма. В общем, как-то вот так будем, надеемся, что потери наши на этом закончились, что техника будет жить до несчастного, и то, что мы через неделю выйти точно так же в эфир и рассказать, что же мы увидели, что же мы пережили на последующем маршруте. Леш, скажи, пожалуйста, сколько всего тысяч километров ты заложил на это мероприятие? Значит, общий пробег, который мы планируем пройти, он достаточно премиционный, это около 7 тысяч километров, не считая до дези от Москвы или от другого города, Марианмара и доезда от Новороссийска в Германски до дома. И, соответственно, на круг получается около 20 тысяч километров. Вот сейчас вы сколько одолели? Сейчас мы одолели около тысячи километров, с учетом того, что мы прошли впереди еще целая жизнь. По весне обычно очень хочется что-нибудь поменять в своей жизни, жену, работу, пол, автомобиль. Вот мы с вами занимаемся тем, что выбираем себе будущий автомобиль. Ну, а вы видели, как вы слышали, как Алексей ездит, Мочалов, по всей стране. Получается практически 10 тысяч километров. Это тоже очень хороший, чисто весенний способ что-то изменить в своей жизни, а потом вернуться без смены пола, автомобиля, квартиры, работы и жены к нормальному время припровождению. Дом работа, дом работа, дом работа, а потом через год опять на Волок. У нас через неделю в следующий четверг тоже будет сеанс связи с Алексеем, это уже будет совершенно какая-то другая точка, возможно, что они прорвутся к Ижевску, а может быть даже уже переедут через территорию нашей страны в Казахстан, потому что на этот год на маршруте в том числе и Казахстан запланирован. Телефон 65 10 9 9 6 О смене пола говорить не будем, пообщаемся об автомобилях. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то я до вас дозвонился. Меня это радует. Да, меня это тоже очень радует. Хочу поздравить еще раз всех с наступившей наконец-то весной. С летней резиной нас наконец-то. С летней резиной, да. Перестали цокать, наконец-то можно не покупать страшную синюю незамерзайку или прозрачную вонючую смертоносную можно переходить на воду и пробки уже 9 баллов из 12 возможных или на самом деле 12 из 9. А в это время в белом безмолвии ух ты несколько москвичей хорошо постигают таинство природы и преодолевают бездорожье. Вы, кстати, слышали, качество звука нормальное было? Ну, в принципе, нормальное, но немножко вот некоторые слова были непонятны, но в целом в принципе нормальное. Александр, вам не захотелось вот так вот взять лопату в зубы внедорожник и уехать? Вы знаете, ну, в принципе, хотелось бы, но, к сожалению, пока что семейное положение не позволяет. Да, что каждый из нас на якоре, но вот ваш вздох в самом начале говорит о том, что хотелось. Было понятно. на воле, на волю, в пампасы. Прекрасно вас понимаю. Я, в принципе, вот в России путешествовал один раз с другом и ездил в Мордовию на родину его отца. Вот это, конечно, тоже было очень такое... Ну, мы, в принципе, ездили по нормальным дорогам, но тоже было довольно интересно и, конечно, очень красиво. Да, когда вот из привычной среды обитания вырываешься на оперативный простор, уже даже не важно, насколько это было сложно или далеко, все равно было здорово. Ну, да, да. Что у вас с машиной? Что у вас интересного? Ну, машина... Сейчас я езжу на Chevrolet Cruze 1.6, очень, как бы, доволен, уже третий год езжу, прям, в принципе, практически у меня нет никакого замечания, единственное, что немножечко низенькое и чуть-чуть 1.6 все-таки не тянет. Ну, маловато. А у вас ручка или автомат? Автомат. Ну, автомату, да, слабовато. А сколько расход топлива получается у вас? Ну, вот по городу вообще, вот сейчас я езжу, у меня вот счетчик показывает 10.8, но я сейчас в основном по МКАДу езжу. Это вручают, да. Да. Вот, а так вообще если по пробкам, то все 12-13 это легко. Ну, да, мотору все-таки тяжко тащить на себе и круз, и коробку эту. Ну, машина, и зимой, кстати, в ней холодно не было, несмотря на то, что ноги не мерзли. Вот ноги чуть-чуть подмерзали, но они подмерзали у меня из-за того, что не поменял я фильтр воздушный. Когда я отключал подогрев ног, у меня начинали запотевать стекла. Вот, то есть из-за этого. Ну, у круза вообще в целом вот эта вот особенность, что ты либо с ногами как-то с теплыми, либо все остальное у тебя в компромиссе. Давно вот это есть у него особенность. Нельзя сказать, что она кого-то сильно смущает, но есть такая проблема в этой машине. Ну, зато дорогу хорошо держит просто. Да. Зубами. Стабильно, согласен. И салон большой, много туда можно хороших людей поместить или хороших вещей. Да, да, очень много, я даже сказал. Да, и багажник, будь здоров, нормальный. Да. Сергей, хотел я вас спросить про Тэшечку, про Мерседес. Вот, я думаю себе, ну, грузик отдать жене, вот, а себе бы хотелось все-таки, вот, мечта с детства, Тэшечку, по объему. А вы собираетесь на первичном рынке или на вторичном брать? Ну, хотя бы, я думаю, что все-таки на первичном. Очень правильный. Правильно, тогда вы, в принципе, не рискуете. Вы можете взять новую машину, любую, на какую хватило денег. и 180-ка потянет и, знаете, как там, в принципе, ведь, как у Мерседеса делается мотор. Один и тот же двигатель в разной степени форсировки благодаря чипу. Он может называться и 180-м, и 200-м, и 220-м. И, что в Цэшке, что в Ешке, конечно, двигателей у Мерседеса невероятное количество. Каждый второй смертельно плох. И фетишизация Мерседеса и разговоры о том, что это настоящее немецкое качество, они, в общем-то, наверное, где-нибудь после 1939 года уже под собой серьезных оснований не имеют. Ну, после модели 540-к говорить о том, что Мерседес велик и могуч могут только очень специальные люди в состоянии очень специальной эйфории. И, поэтому, есть, конечно, совсем плохие моторы, то есть, которые категорически нельзя брать, но у Цэшки, у нее моторы средненькие. То есть, все самые плохие двигатели находятся в модельном ряду уже у Ешки, у Гелендвагена есть один совершенно чудовищный двигатель, у С-класса есть фантастический неудачный мотор, который Мерседес очень любит всем предлагать, ну, потому что нужно же как-то вот лояльность клиента проверить. Вот они и проверяют. Цэшка, она хороша, тем более, вот сейчас после рестайлинга они взяли и изменили пластической операции внешней, замаскировав под Е-класс и тут же изменили Е-класс, но тут дело в другом. Если человек в своей жизни дошел до того, чтобы купить Мерседес новый, у дилера, не надо слушать ничьих контраргументов, нужно идти и покупать тот, на который хватает денег, в той комплектации, которая есть. Конечно, чем больше опций купите, тем больше счастья, но даже самый простой это Мерседес. И вы этим сказали все и себе, и другим, и все остальное не важно. Уже не важно, косо на вас смотрят, без любви, с трепетом, никого не волнует. Мерседес, этим, Александр, все сказано. Так что... А все-таки вот, да, вот бензин или дизель, вот, как вы... Если вы не собираетесь ездить в Мордовию с другом, тогда спокойно можете ездить на дизеле. На дизеле эта машина очень сильно выиграет у бензиновых. Она вообще интересней, она и по отдаче, по энерговооруженности. Дизель это здорово. Дизеля вообще здорово, но когда будете покупать машину с дизелем, специально очень так аккуратно возьмите продавца за галстук, затащите его в уголок, нежно прижмите его столом, так чтобы на где-то болевом пороге и поинтересуйтесь, глядя в глаза, а что-то с микроклиматом по зиме? А замерзнете ли вы или нет? И как выглядит вообще климатическая установка в разрезе? Пожалуйста, дорогой продавец, в подробностях. У меня там спиральки подогрева дополнительного будут, а вебасту мне заказывать, потому что с дизельными машинами всегда одна и та же беда, в них холодно, с этим ничего не поделать. И есть комплектации специально, где все учтено, и есть такие варианты, когда на них можно нарваться и купить машину, о чем продавец не скажет, без штучек, поднимающих градус и настроение в организме. И вот тогда начинается борьба за выживание, причем непонятно, зачем нужно было за эту борьбу выкладывать так много денег. Поэтому нужно обязательно острым углом стола продавца загнать в геометрическую ситуацию, когда он уже не дернется. И чем сильнее натиск этого письменного стола, можно на коленную чашечку, можно на бедренный сустав, тем более достоверную информацию он вам даст. Я понял, спасибо. С продавцами общаться, это ведь специальный талант. Как правило, люди, которые оказываются в ситуации продавцов, они там от безысходности. Очень мало людей осмысленно пришедших. Я, например, не встречал человека, который, играя в песочницу, говорил, мама, я буду продавцом автомобилей в шоуруме. Он обычно говорит, мама, я буду космонавтом. Ну, бывает худший вариант, когда он говорит, мама, я буду милиционером. Иногда родовые травмы случаются даже вот в такой странной форме проявления. В продавцы приходят люди, которым не получилось на рынке торговать пивом, кого выгнали из Академии МВД, кто получил пинка взад из какого-нибудь хорошего офиса, банковская карьера не сложилась. И очень мало там профессионалов, хотя профессионализм в этой теме, конечно же, нужен. И знание темы встречается крайне редко. Эльдар, здравствуйте, Эльдар. Наконец-то вы дождались. И, кстати, я вас тоже дождался, Эльдар. Добрый день, Сергей. Вас очень приятно слушать. Вы молодец. Спасибо. Перейду сразу к вопросу. Сейчас езжу на Mitsubishi Outlander 2.4 на первом 2005 года. Очень хорошая машина. Мне нравится. Надежная, простая, как две копейки. Расход топлива какой у вас, Эльдар? Ну, расход, да, расход единственный. Минус по городу где-то 15-16, по трассе где-то, наверное, 10-11. Да, есть такая особенность у него. Так, и что? есть такая особенность. Ну, все остальное... Ну, зато постоянный полный привод, автомат все это окупает. И вопрос у меня следующий. Сейчас планирую, наверное, весной-летом менять машину и хочется тоже джип-кроссовер, скажем так, побольше, посерьезней, посолидней. И у меня выбор остается между тремя машинами. Все три дизельные, но три варианта. Это первый дешевый сердито, средний вариант и дорого и роскошно, скажем так. Первый вариант Саньон Крэкстон года, так, 8-го, 9-го, 2,7 дизель автомат. Это первый вариант. Второй вариант это Volkswagen Туаррек, 2,5, на автомате тоже год 8-й, наверное. И третий вариант, самый, на который я смотрю, хотел бы и жевал бы и мечтал бы, это Мерс Туберс МЛ, 280-й или 320-й дизель на автомате. и, как говорится, на первый вариант. Не нужно ничего добавлять, есть деньги, есть полностью дворок, ну, тоже, наверное, а вот на МЭЛ придется залезть немножко в долг. Так, Ильдар, скажите, стоит ли оно того? Сколько денег вы собираетесь потратить? Ну, смотрите, где-то, наверное, до максимума со всеми там хвостиками и прочим до миллиона 50-ти миллион сто, вот так. Значит, Рекстон это пародия на Паджеро. И в этом отношении Паджеро, конечно, лучше, потому что попытка клонирования да еще корейцами, да еще корейско-китайцами, у которых с клонированием тяжело, и даже овечка долей оказалась по большому счету бесчестной девушкой, и не очень хорошо получился этот самый Рекстон. И восьмой-девятый год, да, он может оказаться неплохим, таким достаточно прочным автомобилем, но особого смысла в покупке этой машины нету, даже когда она новая и даже когда вам ее дарят. Единственный вариант это когда в качестве приданого, ну, девушку люблю, ну, что же делать, возьму Рекстон. С Туарегом все довольно сложно, потому что 2.5 это мотор, которого ему, в общем-то, маловато, и он должен быть в принципе 3.0, и если вы найдете Туарег 3.0, да, вот тут уже будет все нормально. Это будет очень сбалансированный автомобиль, и они, кстати, бывают не только ворованные, не только с дырками в двери 7.62, и необязательно заднее сидение залито кровью. То есть нормальные на вторичном рынке поискать можно, хотя это будет тяжело. Туарег все-таки машинка достаточно модная, поэтому, конечно, спидометр скручен у каждой второй. С ML, с ним все понятно, неворованных, честных мерседесов на вторичном рынке не существует. Вот не бывает ниоткуда никогда не возьмется мерседес на вторичном рынке по принципу «дорогой, он мне надоел, забери». Нету такого. Значит, это будет машина, что называется, укладная, или там будут с таким хвостом проблемы, что вы эти хвосты в бантике уже не завяжете никак. И Мерседес, конечно, он привлекает, но он должен быть новым, как, в общем, гадалки не ходи. Поэтому, Рекстон, забудьте, Мерседес оставьте в качестве мечты, походите, поищите себе Туарег, либо в качестве альтернативы, поскольку Рекстон тоже ведь интересная машина, посмотрите себе Паджеро. Паджеро — это неплохо. Перерыв на новости. Телефон 6510996. Ярослав, вы наконец-то здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Я успел задать вам вопрос дня 3-4 назад. У меня очень хорошее воспоминание о Ауди. Первой и в шестом году у меня была шестая. Много-много на них наездил, в том числе делал пробеги, никаких проблем. И сейчас купил Ку-пятую в Троидыне после одного хозяина с маленьким пробегом. Я как вам рассказал, поменял двигатель у гарантии на пробеге 60 тысяч. Я хочу вас спросить, это просто мне не повезло двигателям ТСС-ТФСА или модель Ку-5 не очень, скажем, в плане надежности хорошая. Не очень хочется совсем пересматривать отношение к автомобилю Ауди. Это следующий виток развития фирмы Ауди и новые двигатели ТСС-Ай, которые пришли на смену предыдущей линейки, они все такие. Это их привлекательная особенность. Они сделаны с высочайшей инженерной культурой, у них очень хитрое потребление масла, оно идет на угар. У них была очень любопытно сделана головка и такое мощное разрежение было на такте выпуска, что масло просто засасывало туда. Потом они сделали в этом старом корпусе новый мотор, сказали, что работа над ошибками проведена. Все, товарищи клиенты, расслабьтесь. На самом деле они не просто работу над ошибками провели, они под наименованием предыдущей линейки двигателей сделали новую категорию ТСС-Айевских моторов. Вроде бы каждому второму после этого везет. У вас, поскольку машина была эстроэдина, соответственно, она была того самого беспардонного поколения, у которого все автомобили были просто обречены на смерть двигателя. Некоторые, конечно, выкрутились. Сейчас есть попытка какого-то легкого возрождения. Может быть, пройдет еще небольшой эволюционный такой шажок вперед, не то чтобы целый виток. И лет через пять Audi создаст уже другие проблемы другого генеза, но, по крайней мере, у вас будут там просто отваливаться колеса, или там будут насмерть клинить коробки передач. Но с двигателями все будет в порядке. Фирма Audi, она молодец, у нее хорошая инжиниринговая школа, но поскольку законы физики обмануть не удается ни в одном городе Германии, в общем, как и Японии, Кореи и тем более Китая, приходится расплачиваться клиентами и их лояльностью за собственные эксперименты. и, в принципе, это нормально. Так поступают все. То есть, если просто брать двигатель какой-нибудь дизель трехлитровый, да, вроде, ребята, нормальный двигатель, или все равно нужно переходить и смотреть тех же японцев в качестве уже надежности. Не-не-не, бесполезно. Японцы смотреть тем более бесполезно, потому что, вот, например, у концерна Volkswagen Audi трехлитровые турбодизеля очень хорошие, не зря они имеют такой широкий ареал обитания, и, по большому счету, один и тот же мотор ставится на все, на что только можно. Он ставится и на коммерческую линейку, он ставится и на Туареги, он ставится в том числе и на Audi, и на Volkswagen, вот он везде идет. С дизелями у них все в порядке, и Европа, она же в целом дизельная, поэтому уж по дизелям, конечно, отрабатывают они тему будь здоров как. А бензиновых версий в Европе все меньше и меньше. Бензин, как правило, это экзотика для недоразвитых. Дерево, получивший деньги, он обычно хочет бензиновую машину. Бензиновая круче, быстрее. Вот мы как раз относимся к этой категории. Мы все-таки страна такого совсем третьего мира. Ну, хотим мы этого или нет, и экономика у нас там игольная, нефтяная, ну, к сожалению. И поэтому весь мир давно уже, Европа, в первую очередь, на дизеле, и дизеля там фантастические, и они там экологически чистые, и солярка там стерильная. А мы вот такие, поэтому нам не дизеля, нам бензин, конструкторы садятся и начинают новую машину на уровне тех заданий прорабатывать. Они в Европе всегда за точку отсчета берут дизельный двигатель. Значит так, мы делаем вот эту машину, по умолчанию она дизельная. А, у нас же Африка хочет бензин. Ой, и русский бензин, да? Ну ладно, что-нибудь сунем им под капот. Давайте, что у нас там есть в закромах, в инструментальных. А, вот этот и всяевский. Ну, русским сойдет. Ну, И поэтому недавно у меня был прецедент, когда уважаемый человек, естественно, уважаемый, купил себе А8Л, причем, ну, с вертикальным взлетом комплектации, у него двигатель накрылся где-то, наверное, на третьей тысяче, по-моему. И при этом был легкий скандал, потому что человек, во-первых, обиделся, а дилер очень умело ткнул его в калашный ряд совершенно не тем выражением лица. Ну, как это всегда. Ты бы купил, что подороже, мы бы с тобой, как с человеком. А тут подумаешь, А8Л купил. Ты же мне о чем с тобой говорить? Казалось бы, безупречная должна быть машина. Нет, не безупречная. Ну, так получилось. Но это не значит, что от Ауди нужно отшатнуться в ужасе. Нет, все будет хорошо. У японцев будет гораздо хуже. А тем более, если, не дай бог, вы вляпаетесь в какие-нибудь вот подделки, когда берется простая модель, неплохая, кстати, но к ней приворачиваются золотые подковы, и после этого она, например, называется там Infiniti или Lexus. Это такой серьезный самообман. И тем более, по качеству изготовления, ну, знаете, у Infiniti там есть пара моделей совершенно загадочных. Не очень понятно, почему Автоваз их до сих пор не выпускают, почему на них нет шильдика, наши любимые ладьи. У Lexus тоже есть такие же подвиги, когда очень хочешь, входишь вокруг машины, думаешь, ну, где тут написано Москве 412, ну, почему же, вот, нету этой надписью, почему везде Lexus, Lexus, Lexus. Поэтому после того, как вы с европейской школы переходите на вот эту вот достаточно кичливую азиатчину, то вы уходите от фирм, которые, конечно, иногда ошибаются, не со зла, но вы уходите в стан, который в нашей стране переоценен, а во всем мире как был, так и остается в статусе одноразовой японской дешевки. Вот она была одноразовая японская дешевка, она ей и остается. Хотя она может быть дорогая, она может быть зверски дорогая. Вот сейчас на сайт пришел вопрос с такого легкого недоумения, переходящего в возмущение, просьба ко мне, чтобы я пригласил представителя Хонды, и тот дал объяснение, почему за такие деньги такие пустые балалайки они предлагают. Вопрос такой, как вы смеете нам впаривать это за такое? И, конечно, от Audi переход каким бы то ни было японцам, он, скорее всего, будет 5 секунд эйфории, а потом 3 года изнурительного донашивания. Не советую. Ну, просто вот смотрите, вот я очень часто покупал автомобиль двухгодичный, здесь трейды, ну, конечно, не срок, да, то есть того же дилера мне искал автомобиль с одним хозяином, в том же дилере купленный, то есть получается что пробег там разумный, там все-таки треш-обслуживание, и надеешься, что там 3-4 года спокойно отъедешь, да, получается, что это не работает, нужно покупать новый автомобиль и укладываться в трехлетний гарантийный перевод. Либо по-другому, либо перед тем, как купить какую-то модель, нужно очень долго рыть интернет и искать вот это обозленное сообщество несчастных пользователей, хлебнувших горе, чтобы они, например, дали вам сумму резюмирующих оценок, потому что по Тиевсяевским моторам это такая всеобщая беда, она накрыла собой всю группу Volkswagen, и тем более как раз 4-5 летней давности машины и даже 3-х летней давности машины, это была вселенская беда, она накрыла земной шар, и просто вам не повезло, видимо, эта информация прошла как-то мимо вас, но они все обречены, и те, кто до сих пор почему-то бегает, и у них не стуканул мотор, ну просто потому, что, видимо, они очень мало в эксплуатации находятся. Потом концерн потихонечку эту болезнь преодолел, преодолевает, и вот-вот закончит ее преодоление, и опять все будет хорошо. Просто вот тут вы попали, что называется, ну совсем в яблочко. Вот, к сожалению, в чистом поле стояли грабли. Вам не повезло, вы их нашли на ощупь. Спасибо большое, спасибо, очень интересно с вами пообщался. Спасибо вам, Ярослав. Так, Дмитрий, у нас еще есть время, здравствуйте, я рад вас слышать. Вы дождались, это очень мужественно с вашей стороны. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Очень рад с вами пообщаться, особенно про ностальгировал, когда вы рассказывали про Волок, я сам немножко увлекаюсь этим делом, у меня есть старенький кукурузер 80-ка. Ой, какая машина. Да, машина супер. Я же вот на Алтай недавно ездил, но вопрос мне немножко о другом. Знаете, вот я являюсь счастливым обладателем ЖЛ-ки 420-й. Хорошая машина. Машина мне концептуально нравится, но вот детские болезни откровенно говоря очень замучили. Какие? В частности, ну, очень подвеска пневматическая меня, скажем так, достает, откровенно говоря. А чем именно? Потому что, знаете, не часто люди жалуются у Джиэленова на пневму, а что у вас? Да вы знаете, она у меня, как начинается мороз, она начинает падать, то на переднюю ось, то на заднюю. Причем, я поменял все по кругу, что туда входит, а вот падежи не прекращаются, понимаете, чем дело. Да, вот это да. Да, и среди сетей у меня вот такой вопрос. А вот в новом Джиэле, вот как бы вот такие болезни преодолены или тоже там их достаточно много? Там их столько же. Конечно, столько же. Тем более, что не забывайте, фирма Mercedes-Benz считает, что у нее с пневмой все в порядке. То есть, у нее настолько великолепно удалась подвеска, что, ну, там пару клапаночков поменять и все. Но у нового Джиэля, у него зимы еще в наших условиях не было. Он вот обновленный, вот он сейчас придет, сейчас люди начнут на нем ездить. И, скорее всего, в первый год ничего толком не случится. Какие-то проблемы возникнут уже чуть позже, там, вряд ли в первую зиму. Поэтому обобщенная сумма человеческих несчастья у нас с вами будет в качестве резюме, наверное, где-нибудь через года полтора-два. Пока, в принципе, вот так вот, навскидку, все должно было остаться по-старому. На фоне вашего кукурузера, 80-го, незатейливого, простого, как плоскогубцы, это, конечно, машина, вот, знаете, плюнул на Джиэль, сказал, чёрт с тобой, пошел, сел в крузер и поехал. А вы знаете, я так и делаю, когда выезжаю на субботу, в воскресенье, обязательно сажусь в крузер и где-нибудь несю грязь, понимаете, ради собственного удовольствия, вот, исключительно. А он не ломается, понимаете, вот, зараза не ломается, он 92-го года и ещё ни разу не ломался, понимаете. Вот такие парадоксальные. Причём даже передний мост у вас в порядке. Передний мост я на столнике на 100 тысяч перебирал, конечно, но это как бы необходимо, но а так всё в порядке. Абсолютно правильно. И какой пробег, кстати, у крузера вашего? Да, знаете, уже за 260. Ну, у меня во дворе живёт 80-ка, у которой, наверное, где-нибудь под 400. Вот ей тут в прошлом году немножечко там с цилиндропоршневой группой помогли. А во всём остальном вот эти 400 тысяч ну никак на самочувствие 80-ки не сказались. А вот, знаете, у меня ещё вот такой вопрос. У меня есть такая голубая мечта идиота купить мега-крузер. Катался я на нём в Бирме, очень мне машина понравилась. У нас в стране, по-моему, штуки 2 или 3 есть. Вот. Скажите, а вот как-нибудь что-нибудь скажете про эту машину? Вы под словом, простите, мега-крузер что имеете в виду? Ну, мега-крузер, это я имею в виду вот машину. Японцы в своё время сделали некий, так сказать, ну, копию, не копию, улучшенную копию Хаммера. То есть не Хаммера, а Хамби именно. Не Хаммера, А, вот этот агрегат. Это редчайшая машина. Причём, если не ошибаюсь, у неё все 4 колеса управляемые, это фантастика. У вас мемуаров нету о том, как вы на этом ездили? Почитать бы. Нет, мемуаров нету. В принципе, знаете, впечатления какие? Вот, не знаю, служили вы или не служили на БТРе 85-м. Если вот на нём мчаться по пересечённой местности, вот там достаточно, он очень хорошо, скажем так, демпфирует. Вот точно такие же впечатления от мега-крузера. То есть ям он не замечает вообще. Ну, собственно, для этого его и делали. Я служил, но я был, поскольку во флоте, то у нас там немножко по-другому качало. Эх, ну, вот, собственно, и всё. До завтра.